И поговорить здесь о тех темах, которые вы представили, и по поводу которых я бы тоже хотела высказать некоторые соображения. Вот первое впечатление, которое вместе я бы хотела таким образом оформить. Вот завтра здесь открывается молодежный САМИ-ПИКС. Я про себя сейчас подумаю. На самом деле, если постоянно на территории ГТАЦТА 6 тысяч иностранных студентов, которые представляют 93 страны мира, то в Татарстане постоянно действующий молодежный САМИ-Международный. БРИКС, СМГ, Евразийский экономический союз, ШОС, все что угодно. Поэтому даже если бы завтра сюда не приехал бы ни один иностранный представитель, тот форум, который будет завтра открываться, он был бы абсолютно референтен и абсолютно представлен, если бы здесь были все эти ребята, которые постоянно живут в Казани. И мне кажется, что это вот такой признак времени. Причем признак, который вселяет оптимизм. Я не случайно так оцениваю вот те многие цифры, которые здесь произнесены, потому что особенность времени, в котором мы сейчас находимся, я имею в виду в нашей государственной международной арене, оно особенно тем, что в условиях, когда разные виды привычных связей государственные, экономические и разные другие форумы ограничиваются, то связи гуманитарные, к которым в первую очередь относятся связи образовательные, не только не ограничиваются, не только просто поддерживаются, но и расширяются, в чем я абсолютно не только согласна, но еще раз подтверждаю ту гипотезу, которая была высказана в одной из докладов. Это повсеместное явление в нашей жизни. Связи между городами-вобротивами, связи между муниципалитетами, связи между школами, связи между вузами, на сегодняшний день оказываются максимально востребованными, и мы сегодня более внимательно смотрим на то, какова практика этих связей, для того, чтобы подумать о том, каким образом на государственном уровне поддержать вот эти развивающиеся явления. Время показало, что то, что мы вместе с вами в образовании, вы непосредственно в своем вузе начали делать много лет назад, оказалось очень верными шагами. Ведь все то, что сегодня мы здесь слышим, это результат совсем не одного года, и это результат той политики государственной в области развития образования, которая сделала наличие или возможность разных международных связей, студенческих, преподавательских, научных школ, обменов и так далее, не просто возможностью, но необходимостью. Необходимостью, без которой не может существовать ни один приличный вуз. Больше даже скажу, что далее развитие вузовского сообщества и возможность, и то, что было сделано, то, о чем мы сегодня здесь слышали, формирование федеральных университетов, научно-исследовательских университетов, объявленные сегодня истории 5 и 100 топ, и разные форматы, которые подвигают вузы к тому, чтобы продвигаться в качестве образования, оно расширяет все более и более само по себе наличие этой международной составляющей. И сегодня международная составляющая настолько уже является необходимой частью жизни, что агитировать уже никого ни за что не надо. Больше того, уровень развития этих связей позволяет уже сегодня сказать, что эти связи решают государственную задачу уже на более высоком качестве, чем тогда, когда эта задача формировалась. Пояснюю славу. Вот когда эти наши... Мы сегодня много говорили о квотах на иностранных студентов. Вообще, когда появился механизм квот на иностранных студентов, это было в наше очень давное время советское, оно оказалось тогда, когда никаких других интересантов, кроме государства, на эту задачу не было. Была одна задача. К нам приезжали по государственным квотам стипендиаты из разных стран. Мы здесь вместе с ними проживали жизнь. Они здесь на дне и встречались. Они были носителями представления России в других далеких странах. Там не было никаких участников внешнеэкономической деятельности наших, которым точно также нужны кадры, высоко квалифицированные, подготовленные. Это тот, кто у вас сегодня является заказчиком на вашу контрактную систему образования. Их там просто не было. И поэтому интересантов и заказчиков, кроме государства, не было никого. Больше того вам скажу. Сама по себе система образования сегодня является заказчиком на иностранных студентов себе. Потому что вот то, о чем мы репликой обменялись, вы, значит, так скажем, даже сами себе платите за иностранные студенты. Почему? Потому что, войдя в систему глобального образования, вступив в отношения с другими вузами, мы прекрасно понимаем, что это один из основных рычагов повышения качества образования, повышения конкурентоспособности вуза и возможность выходить на более широкий круг, не замыкаясь в пространстве тех опытов и тех научных школ, которые есть сегодня на стране. Поэтому на сегодняшний день государство, являясь заказчиком такого иностранного студента, участник внешнеэкономической деятельности, являясь заказчиком такого студента, и сама система образования, которая является заказчиком такого иностранного студента, на самом деле, конечно, требует глубокого изучения того механизма, по которому происходит вот весь тот набор, который мы сказали, рекрутирование, привлечение, отбор, ну, все разные форматы, которые сегодня у нас очень сильно перемешаны. И, собственно, моя просьба повидаться с вами и выслушать вас, и услышать, может быть, мой вопрос, который не обязательно требует сегодня непосредственного ответа, но обязательно требует вашего участия, в связи с тем опытом, который я услышала, в разрешении этой проблемы, состоит в том, каким образом нам сегодня построить механизм, который будет удовлетворять потребности всех этих трех участников и давать нам качественный продукт на входе наших образовательных учреждений. Это очень важный фактор. А столько, поскольку, вот из моей жизненной практики, еще по осени, еще не на этой работе, одна тем не менее, с большим интересом, я в Молдове была и там выборы были, мы были наблюдателями на выборах, вот, значит, суббота была достаточно спокойная, там агитации же у меня было, я ходила по школам, по нашему, по школам, и все эти нарушения мы имеем. Спрашивала, ну, а какой у вас, кто у вас там, в наши вузы, каков контингент, из кого мы сейчас отбираем. Она говорит, идут, там директора, что уже идут. Ну, те, которые в Лунию не попали. Я говорю, в смысле? Ну, так мы, наверное, понимаем, что, в общем-то, традиция лумынского, ваше основное название, традиция российского. Они говорят, нет, мы понимаем, конечно, что у вас лучше, но там степенди получше. И тогда мне стало понятно, что механизм отбора, ну, по-первых, должен быть оформлен в виде всех условий, которые мы представляем. Да, да. Надо понять, кому интересно сформировать такие условия, для того, чтобы было выгодно кому-то, да, заказчик должен быть. И в этом смысле я понимаю, что вот если он приходит к нам по квоте, он приходит к вам без конкурса, вы качество его подготовки не определяете. Единственным нивилом этого качества является знание русского языка. Больше того, несмотря на то, что я представляю сегодня эту организацию, я не так, как вы, может быть, отношусь к теме отбора, который мы совместно с вами производим, или мы одни, а потом вы это делаете, того отбора, который производится на эти квоты. Поскольку это, я как бывшие специалисты в гостиоценочной деятельности, отлично понимаем, что отбор – это высокопрофессиональное дело. И определить, кто из них лучший, из числа подавших документы на участие в отборе, даже очень много уважаемые мною работники, посольство и работники представительства, вряд ли профессиональному. Я думаю, что многие коллеги разделяют мои опасения в этом направлении, правильно, это комфортно, правильно? Но думаю, что на сегодняшний день это уже не надо замалчивать, это надо, об этом надо думать, и с моей точки зрения уж точно надо заменять не профессиональные механизмы, профессиональные. Поэтому мне очень интересен тот опыт, который есть в рекрутинговом формате, мне очень понятно, что он, конечно, скорее направлен на формирование привлекательности вуза, и, собственно, далее тоже имеет некоторую такую слабиночку с точки зрения отбора по профессиональному, значит, по степени, не знаю, а по степени, по уровню подготовки и готовности освоить те образовательные программы на том качественном уровне, на котором они преподаются в нашем, ну, сейчас мы говорим про казанский реалитет, в Казанском университете. Поэтому очень важная проблематика, в связи с которой сейчас в Россотрудничестве сформирована рабочая группа с участием Министерства образования, с представителями работодателей, которые являются целевыми заказчиками на кадры, с представителями наших больших учебных заведений, вот, видимо, Валентин Николаевич Пугович у нас не доехал, да, Вадим Витальевич? Не доехал. Вадим Николаевич Пугович, Валентин Николаевич это директор Вятского университета, которому мы попросили организационно вести эту группу, скажем так, вдохновителем и главным нашим, я считаю, консультантом является Владимир Михайлович Филиппов, который очень много занимается этой тематикой, директор Российского университета дружбы народов. Поскольку вот та проблема, которую я сегодня здесь озвучила, это отсутствие на сегодняшний день полноценного механизма, который отбирает, который привлекает, который обеспечивает необходимый уровень качества того абитуриента, которого мы приглашаем, в том числе и на государственные стипендии. Теперь по поводу самой государственной стипендии. Я в данном случае выношу некую гипотезу, которая требует, наверное, безусловно, вашей точки зрения, вашего обсуждения. Я пригласила бы в нашу рабочую группу представителей вашего университета, потому что тот опыт, который я услышала, он, безусловно, в этом опыте есть многие ответы на разные вопросы в этой теме. В этой связи я хотела просто дать природу, что такое круто. Вот на самом деле, на самом деле, когда у грузов не было никакого другого способа набирать иностранные студенты, их набирали по квоте, которая была, вот она была, было там 10 тысяч студентов, вот столько их и есть в России. Если на сегодняшний день только показания 6 тысяч студентов, по стране это ориентировочно, по данным миграционной службы это зафиксируется каждый год 173 тысячи человек. Ну, знаете, это наш учет такой, да, он такой очень спорный всегда, но по прогнозному, если сюда привлечь еще не только полный курс образования, но и наши сегменты сетевых образовательных программ, наши модули образования, там, повышение квалификации, наши обмены, наши, вот, все то, о чем мы здесь говорили, то порядка 250 тысяч в год у нас как минимум бывает. И вот 15 тысяч студентов, которые учатся по двух стипендий. Причем, это 15 тысяч, которые учатся по двух стипендий, которые на самом деле, это мне не то не даст соврать, по объему, который вы получаете из бюджета денег, это не отличается, они больше, не меньше. Есть 121 тысяча у вас на техновая и на иностранных дают 121 тысяча, правильно я не ошибаюсь? Есть 80 на естественно научно, на 80 получаете иностранных. Есть 60 на гуманитарии, это еще удая, я имею в виду, да, кто-то же получаете и туда. Это у меня встает вопрос. Может быть, нам на сегодняшний день точно имею в виду, что вузы сегодня имеют вот такую богатую практику отбора, которые имеют интересантно, скажем, окроме государства, может быть, посмотреть на ту возможность, которая называется отдать работу профессионалам. Ну и увеличить его на работу по ЦП, и вы сами решите, сколько вам нужно студентов. Может быть, вы примете, а я ставлю на такой точке зрения, более профессиональное решение, какой человек вам нужен, чем те работники и специалисты представительства, которые сделаны в сотрудничестве. Я считаю, что на сегодняшний день эта тема требует глубокой проработки с профессионалами. Она очень перспективна с точки зрения поддержки в государственном масштабе, в том числе и в финансовом формате, тех механизмов, которые на сегодняшний день более качественно решают эту задачу. Я думаю, что нам с вами в течение ближайшего времени, я еще раз говорю о том, что то, что я сегодня услышала, вселяет в меня глубокий оптимизм, связанный с тем, что на самом деле не надо уже ничего изобретать. Все уже есть и работает. Просто это можно систематически обсудить и привести в некую систему действия. и поддержку университета в разных форматах, которые будут давать результаты, которые называются иностранные студенты, это будет более качественный абитуриент. В этом направлении мы в том числе работаем и очень рассчитываем на то, что Казанский университет в этом смысле будет одним из наших стратегических партнеров. Потому что, как было сказано в докладе, вы на сегодняшний день ищите себе стратегических партнеров. Мы тоже ищем стратегических партнеров. И с моей точки зрения самой большой бы удачей после этой встречи стало бы ваше согласие стать нашим стратегическим партнером в этой работе. В этой связи у нас здесь, вот я смотрю, есть план, связанный с нашими направлениями. Я бы, может быть, допомнила его предложение о том, чтобы именно на базе Казанского федерального университета рассмотреть модель, которая называется «Подбор иностранных студентов» сегодня на государственном уровне. Я думаю, тот опыт, который я услышала, он достойный этого. И еще раз хотела бы подчеркнуть, что даже по ходу выступлений у меня, знаете, я прожала много вопросов, но я уверена в том, что дискуссию надо переводить в рабочий режим, что надо садиться за стол с носителями этого опыта. И абсолютно уверена, что мы получим хорошую модель подбора иностранных студентов, которые позволят нам более эффективно расходовать те государственные средства, которые мы выделяем сегодня на решение этой задачи. Я действительно благодарна нашим коллегам, которые сказали о том, что элементы этого сотрудничества есть. Для меня, безусловно, очень важно, что вы рассматриваете наши площадки как те точки, на которых размещается ваша профессиональная деятельность. Очень рассчитываю на то, что эти связи будут носить еще более системный характер, потому что задача, которая сейчас стоит в развитии всего международного гуманитарного сотрудничества, она может быть сформулирована таким образом. Передход от точечных действий, от единичных каких-то вещей к системному комплексу мероприятий, каждая из которых объединяется логикой решения одной задачи. Если мы проводим молодежные сам линбриксы, то мы задаемся вопросом, а кто сюда приехал, а с чем они отсюда уедут, а что будет потом с теми ребятами, которые туда вернутся на места. Для меня еще есть важные преддействия, а как появились те, кто приедет сегодня на молодежные сауны. Например, вчера мне удалось участвовать в международном форуме молодых политиков, который проходил на площадке Госдома. Наши парламентарии, с которыми мы как раз обсуждали тему, каким образом молодой человек приходит в парламент. Он уже имеет такую историю преддействия. И вот как нам сегодня вместе с ними построить работу так, чтобы у нас в наш актив уже пришли те, которые потом становятся молодыми политиками, которые потом становятся парламентариями. И поверьте, это был очень интересный разговор, но не только о том, как взаимодействовать те, кто уже состоялись так личностью, а как нам вот в это взаимопоникновение, вот это взаимное действие вовлечь и тех, кто сегодня потенциально еще не рассматривает себя ни молодым политиком, ни студентом будущего Казанского федерального университета, ни президентом себя какой-нибудь страны. Но если мы его найдем, такого потенциального человека, если мы найдем с ним какое-то общее дело, то он точно может стать и молодым парламентариями, может быть сначала студентом Казанского университета, потом Владимир парламентариями, я тоже так думаю, поскольку собственно карьерная лестница Рима Атласна, как раз подсказывает, что и студентов хорошо по карьерной лестнице идут, до президентов тех стран, которые на сегодняшний день, которые сегодня еще не знают, что они может быть завтра, станут президентом. И знаете, у меня сегодня есть еще одно очень приятное, приятное такое ощущение. Мы очень много в экспертной среде сектуем по поводу того, что есть такая проблема. Вот раньше в Советском Союзе там многие учились, а сегодня они в политических элитах, и вот доброе отношение к России во многом дает основания для разных связей экономических, политических, разных. А вот 20 лет у нас как-то вот такая дыра черная, и у нас на сегодняшний день среди молодежи ниоткуда не появится, потому что как бы система за это время у меня позитив, потому что я точно понимаю, что выступление профессора доказывает, что никакой черной дыры там нет. Там на сегодняшний день только как минимум 6 тысяч студентов, которые только в Казани обучаются. Если все такие же активные, такие структурированные как партиз, то я на самом деле за наши отношения с будущими политическими элитами, ну как минимум Таджикистаном, сегодня спокойно. Спасибо большое за разговор. Я бы очень хотела, чтобы мы в рабочем порядке, в нашей рабочей группе, вы уж как рекомендуете кого, продолжили вот ту проблематику, которую мы сегодня с вами здесь рассматриваем. Спасибо.